Друзья, давайте скажем слава Господу! Слава нашему Господу, Иисусу Христу! Вы знаете, я вот сижу так и сердце радуется от того, что от того, что вы есть от того, что хор есть от того, что братья есть от того, что есть центр сижу и радуюсь, и думаю, как здорово, что все мы вот здесь вот собрались Слава Иисусу! Как здорово, что вот есть каждый, вот так в лицо вглядываешься и думаешь, каждый родной каждый нужен и вот где-то кого-то день-два, неделю-две не замечаешь и уже переживанием наполняется сердце какой-то тоской и заботой, но думаешь, как прекрасно что Бог нас искупил, что Бог нас оправдал, что Бог нас сроднил и мы можем за это сказать благодарность Господу благодарность Господу! Слава Богу! Вы знаете, я, честно говоря, так признаюсь, сегодня не готов был проповедовать я как бы знаю, что на праздники, на большие праздники вот Жатва, это один из величайших праздников новозаветных и он справлялся в Ветхом Завете но сегодня Церковь Нового Завета, она справляет этот праздник я знаю, что там Рождество, Пасха такие праздники, ну, обычно проповедуют серьезные братья служители, значит вот, а как бы сказать, я и не готовлюсь, думаю а, ну, как бы обычно, может быть, и не буду проповедовать ну, и сегодня, думаю, так же но вот так получилось, Бог, значит, по-другому решил вот, ну и, знаете, такой случай у нас произошел недавно в Центре один брат привели нового человека он был такой грязненький немножко вот, и его, значит, там надо было отмыть срочно и надо было срочно нам переодеться и выйти, значит, на служение переодеться, ну, уже, так вот, понимаете сюда неприлично будет выйти в том виде, в котором, бывает, приходят братья поэтому нужно быстренько помыть в бане его подстричь там, переодеть, привести в порядок костюмчик, что-то там одеть, рубашечку и выйти, посадить это было буквально полчаса на все про все я, значит, братья говорю, давайте бегом побежали, там, торопиться, все делать и, ну, я, значит, уже маленько остается времени пять минут и один брат говорит ну, там у него нет ботинок, значит я говорю, пусть в тапочках идет ничего страшного нет, я ему дам свои ботинки один говорит я говорю, будь мудрее он может сейчас со служением убежит в этих ботинках только пришел он говорит он остановился я дам свои ботинки я говорю, я тебе говорю, будь мудрее пусть в тапочках идет он говорит, ну, это ж мои ботинки почему ты мне запрещаешь их дать Я вышел, думаю, непослушный брат Вышел сам про себя, думаю, слава Богу, что он такой Это, знаете, благодарность Богу, что в сердце горит этот огонь В сердце горит этот огонь любви Господней друг к другу Любви к человеку, который на вид сегодня, ну, очень, знаете, внешне выглядит, ну, может быть, неприятно И к нему не тянет, и не расположено сердце Но он готов ему отдать свои ботинки Я вам скажу, неплохие ботинки, я видел И, может быть, даже он убежит в них Но это его право, ведь так? Мы же не можем запретить человеку отдать его ботинки Но то, что он горит огнем и готов отдать эти ботинки Я думаю, у него их там не целая полка, этих ботинок Максимум две пары, в одних сам ходит, в другие отдал Вот, но это говорит о том, что в сердце уже наблюдается добрый плод За это слава Господу, слава Господу Я хотел бы проповедовать на тему тайна благодарности И прочитаю, значит, место священного писания Всем нам оно знакомо Книга апостола Павла, послание к евреям Одиннадцатая глава, с первого по третий стих Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого В ней свидетельствованы древние Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим Так что из невидимого произошло видимое Вы знаете, друзья Так вот однажды молясь, ко мне в сердце пришло это слово И я размышлял над ним и размышляю И хотел бы вместе с вами поразмышлять сейчас Вот на этом внимание, значит, заострить Что вера это есть уверенность в невидимом И ниже написано в третьем стихе Из невидимого произошло видимое И размышляя на эту тему Начинают приходить места писания, примеры из жизни И я хотел бы сейчас вместе с вами над этим поразмышлять Тайна благодарности Мы привыкли благодарить тогда, когда есть за что Так ведь? Об этом сегодня скользь один из своих пунктов в проповеди отметил брат Роман Мы привыкли благодарить, когда есть за что И он привел место священного писания пророка Аввакума Который благодарит, говорит, буду благодарить тогда Даже когда и маслина не даст плода там и так далее И этот пророк показывает, показывает и раскрывает эту тайну На самом деле кажется, ну на первый взгляд безумным Нелогичным И каким-то, ну непонятным Это особенность верующих людей Благодарить тогда, когда нет успеха Благодарить тогда, когда, может быть, нет денег Благодарить тогда, когда нет жилья Кажется непонятным И я так скажу, что осмелюсь сказать Что люди невозрожденные от нашего Господа Нерожденные свыше Им будет неясно Почему? Зачем? Но люди, принявшие Слово Иисуса Христа И рожденные свыше, они понимают почему Им открыта тайна Тайна благодарности Вы знаете, это порой непросто Порой непросто И порой бывает тяжело Что-то нужно перешагнуть В себе Однажды я помню, когда я только пришел в эту церковь Это было в начале 2004 года Я, значит, меня домой не пускали тоже Как брат засвидетельствовал И я думаю, что это Мудрость наших родителей Слава им, слава Господу и благодарность им за это Что Бог дает им такую мудрость Родителям Опять не давать Ребенку шанса Жить прежней жизнью Это трудно Это непросто мамам так делать Я знаю точно Но это победа их Над своей жалостью Вот И так же меня мама не пустила Какое-то время я был Значит, здесь мне оказали милость Братья и сестры Пожертвовал своим имением Но потом пришло время Мне уже как-то самостоятельной жизнью жить Прошло полгода И мне мама, значит, разрешила занять комнатку небольшую Там, значит, мы не помогли братья ремонт сделать с сестрами Вот Ну там такой дом Ему сто На сегодняшний день где-то лет сто десять Вот Дом старый Не имеет фундамента И представляете, он покошенный такой Вот И однажды я В благороде стоял Смотрел на этот дом И там села такая птица Сорока или ворон Или на угол дома И мне казалось, что он сейчас упадет Этот дом И я стал благодарить Господа Стал благодарить Господа Что у меня есть крыша над головой Я благодарил Господа Знаете, это не было Каким-то лукавством Пред Богом Это было сердце, на самом деле И искренней благодарностью От того Были времена, когда я ночевал в подъездах Были времена, когда приходилось ночевать По разным притонам Но наступило время Когда я имею чистую постель Я имею крышу над головой И пусть это невзрачное жилище И пусть это не какие-то большие хоромы Но я на самом деле был благодарен Богу Что я остался жив И что у меня есть крыша над головой Слава Господу Сегодня, знаете, у меня дети есть Так получилось, что Бог дал мне милость Еще и иметь детей Вы знаете, это на самом деле Я не достоин детей Потому что я смотрю на них и думаю Но это на самом деле нельзя купить Это не стоит денег Таких денег нет на земле Когда на детей смотришь, чтобы купить Я хотел бы, может быть, купить Кто-то хотел бы купить Но не купишь ты детей Родных детей никогда не купишь Есть люди, которые хотели бы детей Они готовы заплатить любые деньги Но детей не купишь Можно их приусыновить и что-то еще сделать Но то, что ты видишь сегодня в своей квартире То, что называется Или кто называется Тимофеем Тот, кто называется Евангелиной Тот, кто называется Миланой И тот, кто в очреве уже вот-вот появится И как это будет называться Это не купишь за деньги Я смотрю на них и понимаю Господи, я одного не был достоин А ты мне уже трех дал И еще хочешь дать И я благодарю тебя за это, Иисус Слава тебе за это И думаю, как бывает люди Как-то от детей Что-то там ограничивают в мире И что-то еще Я не понимаю Бог дает тебе бесценные дары Слава Богу Великая благодарность Иисусу Христу Но знаете, из невидимого Произошло, видимо И когда человек Может быть, не видит За что благодарить И мы однажды Молились Я так с детьми Молимся И учимся по утрам молиться Вечером вместе Собираемся Ева, Тимофей, Милана маленькая еще И, значит, собираемся И все время молимся Господи, благослови Значит, нас быть послушаем Ну и так далее Обычно, значит, какие-то, значит, молитвы Но однажды мне в сердце пришло Значит, по-другому молиться Я говорю Давайте будем благодарить Господа Они говорят Давайте А что это значит? Я говорю Давай вот так будем говорить Значит Господи, мы благодарим Тебя Что у нас есть постель Теплая Благодарим, Господи Они говорят Благодарим Тебя Что у нас есть крыша над головой Благодарим Значит, благодарим Давай мы все собирать Что только можно Вот, ну, как бы увидеть Очами И я потом говорю Благодарим Тебя Что нам на голову не льется дождь Значит И мы находимся на сухом полу Они говорят Господи Благослови дяденек Которых нет жилья Им на голову льется дождь. И пусть они придут к дяде Лене, и дядя Леня их не выгонит. Дядя Леня, наш брат Леня в центре. И меня заплакал просто. Слава Господу за это. Вот понимаете, благодарить, когда ничего, кажется, не за что благодарить. Кажется, все обыденно. Мы часто привыкаем, братья и сестры. Мы привыкаем к тому, что мы имеем. Мы привыкаем к тому, что мы ездим на машинах. Мы привыкаем к тому, что мы спим на чистой кровати. Мы привыкаем к тому, что у нас есть дети. И порой они непослушные. Ух, как непослушные. Мы привыкаем, что у нас есть собрание. Привыкаем. Ну, согласитесь, привыкаем. Привыкаем даже к друг другу. Я хочу привести место священного писания. Матфея, Евангелие от Матфея, 15 глава, 36 стих. Здесь написано, это история об том, как Иисус Христос однажды, когда народ был голоден, он проповедовал длительное время и уже ничего не ел народ. И ученики подошли и говорили, что надо отпустить народ, им нечего кушать. Христос сказал, принесите, что у вас есть. Они принесли ему, помните, рыбки, хлебов. И здесь написано в 36 стихе. «И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломив, и дал ученикам своим, а ученики народу». Я размышлял над этим, и это очень сегодня подходит к этой теме. Он взял эти хлебы, и еще не было накормить много тысяч людей. Но Он сперва что сделал, братья и сестры? Он воздал благодарение. Господи, научи нас этому. Когда у нас нет денег, когда у нас нет материального, может быть, а может быть, Твое сердце отзывается, знаете, служить. Однажды мы поехали в Новосибирск на конференцию, это был первый год мой в церкви. Мы поехали, меня тоже взяли. Мы поехали в Новосибирск, и там я сидел на одном из первых рядов. Я такой был хитренький, знаете. Все время там наш, нас почему-то мечей, все время туда на галерку усаживают там. А мне зал большой. Я думаю, как бы мне вот поближе сидеть, чтобы слушать все внимательно, как-то видеть. Я взял, начал, ну я правда не очень вижу. Я к братьям подошел, говорю, братья, я плохо вижу, вот мне бы хорошо вот где-то на первых рядах там. Там служители сидят, сосуды. И меня туда посадили, значит, чтобы, ну уже плохо видеть человек. Но я на самом деле мог оттуда смотреть. Мне хотелось поближе быть. Вот. И я, значит, сел и вот это все смотрю. И знаете, разглядел, там стоял ящичек. Там написано, значит, дар Богу. Может быть, кто-то ездил, видели, там такая маленькая коробочка стоит на сцене, дар Богу. И я так посмотрел туда, и кто-то объявил, не помню, Алексей Игнатьевич или кто-то еще объявил, что можно поучаствовать и что-то расположенное в сердце положить в эту коробочку. И мне так сердце загорелось положить туда что-то. Ну, у меня было 20 рублей. Значит, 10 я думал, что я приеду, куплю булку хлеба, а 10 на проезд, чтобы меня где высадить, на лагерном саду, чтобы мне добраться до дома. У меня больше не было денег. И я так смотрел на эту коробочку и думал, ну, как я хочу туда положить деньги. Но у меня нет денег. Но я очень хочу. И я боролся, боролся с этим, боролся, боролся со своим состоянием положить туда эти 20 рублей. Не победил себя. Значит, рассудительность возобладала, к сожалению. Но потом, значит, я вышел в фойе, буквально был перерыв. Я вот буквально первую часть служения, полчаси служения, я боролся сам с собой, чтобы положить туда деньги. Но потом вышел в фойе, ко мне подошел один брат с женой. Они взяли меня под руки, говорят, пойдем с нами. И мы так отвели в сторонку и говорят, Сережа, нас Господь побуждает тебе дать денег. Мы очень хотели бы поучаствовать в твоей жизни. И они мне дают, знаете, много денег. Я не буду говорить, сколько, но много. А эти люди очень в моей жизни много сделали и так, кроме того, что эти деньги еще, они как бы были вообще не к месту. Я говорю, да нет, я не возьму. Но я был благодарен им вообще за то, что они вот со мной так трудились и нянькились. Но они говорят, возьми, пожалуйста. Ну как мы будем в глаза Господу смотреть? И я не смог после этих слов сопротивляться, взял. Знаете, там хватило на все денег, чтобы в коробочку положить. И на хлеб, и на проезд, и еще на жизнь осталось много. Я благодарен Господу. Но вот именно, может быть, Бог учил тогда и учит сегодня нас сегодня, когда не видно еще, не видно благословения, начать благодарить. Начать что-то делать, не только благодарить. Когда не видно еще, может быть, результата и плода, начать сеять благодарность. Начать сеять доброе. Чтобы пожать благословенное. Слава Господу, братья и сестры. Написано в Евангелии от Луки, 17 глава, вы все помните, может быть, эту историю про 10 прокаженных людей, которые мучились, которым было тяжело, которые, может быть, в своей жизни терпели озлобление от людей, унижение от людей, которые в своей жизни страдали от неприятия их, потому что они жили, ну, мы знаем историю, они жили вне города, и их в людское, значит, общение не принимали, не пускали, эти люди были очень больны. И вот они услышали о том, что где-то есть человек, который может им помочь, и тут они его увидели, они закричали, помоги, помилуй нас, подбежали к его ногам, значит, и он сказал, идите покажите священнику, я напоминаю для тех, кто не знает. И они пошли на пути, они исцелились, мы помним эту историю. И там произошел интересный момент, один из них развернулся и пошел назад к Иисусу Христу. И казалось бы, ну что, как это можно здесь отнести к этой теме благодарности? Но вы знаете, там дальше произошел интересный момент, когда он подбежал к Иисусу и упал к ногам его. Господь сказал, а где же девять? Вы знаете, а этот человек, он был вообще языческий, из языческого народа. Он говорит, не десять ли исцелились, а где же девять? Вы знаете, я размышлял, да как это похоже сегодня на центр наш, когда бывает придет десять, придет десять, и все исцелятся от наркотиков, от пьянства, от своих, может быть, этого внешнего вида, от образа же, изменятся, исцелятся. Бог изменит, Бог исцелит, Бог даст надежду, Бог восстановит к жизни. И уже люди не шарахаются, и уже не сторонятся прохожие, ты уже вроде бы как человек в этом обществе. О, благодарю, и убежал. Но этот один, он прибежал к Иисусу Христу, упал к ногам его, и не хотел от него уходить, и плакал, и благодарил его. И он ему говорит, а где? Еще десять, девять. А потом он ему сказал слова, иди, вера твоя спасла тебя. Я никогда не обращал на это место писания вот эти слова внимания. Но на самом деле получается, всего один из десяти получил спасение. Десять человек получили исцеление, и один из десяти получил спасение. Братья и сестры, один, десять процентов. Господи, научи нас благодарить Тебя. Научи нас жертвовать. Научи нас сеять, когда не видно результата. И есть еще одно место священного писания Лука, Евангелие от Луки, 22 глава, 17 по 19 стих. Это место часто читается на хлебопреломлении. «И взяв чашу, и благодарив, сказал им, принимите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Вы знаете, здесь, вот в этом месте священного писания, Христос показывает опять этот пример. Если читать Библию, я не стану сейчас за недостатком времени, смотрю все эти примеры. Но их очень много, и Христос постоянно, постоянно своим поведением, своим поведением показывает нам эту тайну. Он открывает нам ее. Будь внимателен, и ты сейчас ее услышишь. Эту тайну благодарности. Он показывает опять. Еще не было смерти. Еще не пролилась кровь. Еще нету, нету тайны прощения в жертве Голгофу. Еще нету. Но он берет и преломляет, и он прежде говорит, благодарю тебя Господь. Я уверен, что он благодарил даже не за хлеб. Я уверен, что он благодарил наперед за эти страдания. Я уверен, что он благодарил наперед за то, что он достоин принять Голгофскую смерть. Я уверен, что он благодарил наперед за тебя и меня. Скажем, слава Господу. Слава Иисусу Христу. Я уверен, что в этой благодарности при преломлении хлеба была благодарность и за нас, братьями. Он благодарил, видя будущее. Но сегодня, когда он благодарил, стояло 11, 12. И один из них предатель. И еще, казалось бы, не за что благодарить. Но он это делал, потому что он знал тайну. Можно приводить много примеров. Но я хотел бы помолиться. Можно привести вдову эту. Помните, которая пришла, принесла две лепты. Она в делах своих показывала благодарность Господу. Я уверен, она знала нечто, что сегодня, может быть, многие не знают. Я хотел бы помолиться. Вы знаете, бывает в жизни хорошо все, а бывает не очень. Бывает, ждешь, хочется детишек, а их нет. Бывает, хочется на копейки с копейку перебиваешься, и хочется, чтобы работа как-то появилась. А как-то вот не идет, не получается, нет работы. Бывает, как-то вот в семье как-то не идет как-то разлад что-то еще. Хочется мира, хочется все, стараешься, вроде не идет. Бывает, может быть, служение. Служение, кто сегодня на служении, служение, оно хочется, чтобы было как-то успех, к служению и плоды, и созидания какое-то не идет. И можно сейчас перечислять. Я хотел бы сейчас вместе с вами встать. У меня когда дочку положили на операцию 8 месяцев, сердце резать. Вы знаете, ну это непросто благодарить в такие моменты Господа за то, что он дал ребенка, и возможно, сейчас он его заберет. Это непросто. Но Господь что-то в сердце вот открыл. Что-то в сердце и знаете, и дал просто милость сказать, благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за все, Иисус. Я благодарю Тебя за то, что я спасен. Я благодарю Тебя за то, что Ты мне даешь детей. Я благодарю Тебя за то, что могу удостоиться чести быть в Твоей воле. Господи, благодарю Тебя. Я хотел бы вместе с вами, может быть, это не такая праздничная проповедь, вы меня простите, братья и сестры. Но я хотел бы вместе с вами принять в сердце эту тайну. Вот просто, чтобы она запечатлелась Духом Святым. И всегда сквозь жизнь. Праздник пройдет, дальше пойдут будни, о чем говорил брат Рома, но сквозь жизнь, чтобы нести это в сердце, потому что придут моменты, когда будет казаться, ну где вообще Бог, есть ли Он вообще в моей жизни, сказать в трудные моменты, Господи, я благодарю Тебя. И знаете, научиться найти, за что поблагодарить Его, научиться найти, потому что однажды Саул пошел ставить себе памятник, и он не послушался Господа, и сделал то, что пророк ему говорил не делать, не послушался Господа. И когда пророк пришел к нему, он сказал такие слова, послушай, я скажу Тебе сейчас то, что сказал мне Господь ночью, немалым ли Ты был в глазах Твоих, когда Бог взял Тебя от колен Израилев, я говорю своими словами. И знаете, Борой, встав на колени вспомнить вообще, кто Ты и откуда Тебя взяли. Встань на колени и вспомнить, что было в Твоей жизни до того, как Ты пришел к Иисусу. И что Бог в Твоей жизни сделал сегодня, слава Господу. Вспомнить это, и научиться благодарить. И может быть сегодня нет денег, и может быть сегодня детей нет столько, сколько хотелось бы. Может быть сегодня есть трудности, и жилье не позволяет где-то развернуться в своей квартире на велосипеде, извините. Но встать и поблагодарить Господа за все. Я уверен, что завтра все изменится в Твоей жизни. Потому что из невидимого произошло видимое. И у меня дочь жива сегодня, слава Господу. Братья и сестры, давайте поблагодарим Господа.